Как сложилась судьба хорошей девушки Лида, Натальи Селезневой? Очаровательная студентка Лида или пани Катарина? Какой вы запомнили Наталью Селезневу, первый секс-символ СССР? Будущая знаменитая актриса родилась 19 июня 1945 года в Москве, практически сразу после окончания Великой Отечественной войны. В творческой семье. Отец – фотограф, мать – художник-иллюстратор. Творческая карьера Наташи начинается очень рано. Уже в 6 лет девочка утверждена на главную роль в спектакле «30 серебряников» в Театре Советской Армии, которую она исполняла 3 года. Там-то ее и заметила знаменитая советская поэтесса и писательница Агния Барто, пригласившая девочку на роль Сашеньки в детский фильм «Алеша Птицын вырабатывает характер». Это был ее дебют в кино. В 1963 году после окончания школы перед юной актрисой открылись двери театрального училища имени Щукина, где она занималась на курсе Бориса Захава. После окончания Щуки Наталья служила в Московском академическом театре сатиры и снималась в кино. Хотя свою главную роль, несравненная студентке Лиды в операции «Леонида Гайдая», она сыграла еще будучи студенткой. Это было знакомством с уже довольно известным Александром Демьяненко и начало дружбы с самим Леонидом Гайдаем. Очень быстро Наталья Селезнева стала не просто известной актрисой, а настоящим секс-символом СССР, как сейчас принято говорить. Во всем был виноват «Красный купольник», в котором она снималась в фильме. Уже на следующий год после выхода «Операции И» Наталья начинает сниматься в роли пани Катарина в развлекательной юмористической телепередаче «Камбачок 13 стульев», что добавляет ей популярности на долгие 15 лет. А вот продолжить историю из Демьяненко в «Кавказской пленнице» не удалось. На роль Нины утвердили Наталью Варлей. Судьбоносным для знаменитой актрисы стала роль принцессы в музыкальной сказке «Калифаэст», где ее партнером был Владимир Андреев, игравший роль Калифа. Между молодыми людьми вспыхнули настолько сильные чувства, что Андреев ушел из семьи к новой любви, а ведь он всего месяц назад женился. На следующий год в их семье родился единственный сын – Егор. Ранняя популярность сыграла злую шутку с Натальей Игоревной. Многие режиссеры считали ее актрисой одной роли – пани Катарина, ведь «Кабачок-13 стульев» продолжал регулярно выходить на экраны, да и о Лидии из операции «У» никто не собирался забывать. И тут на помощь опять пришел Леонид Гайдей, пригласивший актрису сначала на роль кинозвезды жены-изобретателя Шурика Демьяненко в ленту «Иван Васильевич меняет профессию», а потом сменил амплуа на задерганную бытом «Мать троих детей» в ленте «Не может быть». Конечно, после этого были еще роли в кино, причем немало, всего 73 работ. Последняя – Агнесса Леопольдовна в мелодраме «Новогоднее дежурство». А в театре актриса была занята еще дольше, практически по сей день. Если говорить о жизни знаменитой актрисы, то все было не так уж радужно, как многим казалось. Одна только история знакомства с будущим мужем чего стоит. Ведь он 8 лет встречался с актрисой Натальей Архангельской, от которой ушел к Селезневой буквально через месяц после свадьбы, бросив жену и дочь. Их отношения начались в первый же день знакомства на съемочной площадке. Много позже граждане совести долго терзали актрису. Она часто признавалась об этом в различных интервью, на телепередачах. Хотя сама Архангельская не раз говорила о том, что отпустила мужик с легким сердцем. Да и со здоровьем были определенные проблемы. После операции на щитовидке у Натальи Игоревны были перерезаны голосовые связки. Она практически не могла говорить, потеряла голос. Врачи поставили крест на ее дальнейшей карьере. Но подруга, знаменитая Ольга Росева, не отдала роль никому. Ждала, пока Селезнева восстановится после операции. Сильная вера, огромное желание, 9 месяцев времени и случилось чудо. Голос вернулся. Больные руки и травма лица – это еще не все проблемы со здоровьем знаменитой актрисы. В 2018 году она перенесла операцию на шейки бедра, после чего ограничена в движении. Что, в общем-то, неудивительно в таком возрасте, все-таки 74 года. Тем не менее, Наталья Игоревна не унывает, уделяя много времени семье и особенно внукам-школьникам. Какая роль Натальи Селезневой нравится вам больше всего? Напишите об этом в комментариях. И, конечно, не забывайте про лайки и подписку.